здравствуйте дорогие друзья васп от компании мистер блэйд сегодня на канале сети ножевых магазинов мессер мистер 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 блэйд васп это один из ножей бренда который сделан в китайской народной республике но в отличие от некоторых их других старых и современных ножей это нож который сделан ну скажем так в относительно бюджетной линейки условно говоря на момент съемки этого обзора можно сказать что этот нож стоит около 70 американских долларов и обладает накладками из стеклотекстолита gtn и клинком из стали d2 с покрытием поэтому я бы так сказал что вот для ножа изготовленного на одном из современных китайских производств это нож который обращает на себя внимание тем что у него довольно стандартная цена при этом в этом ноже есть пара конструкционных решений которых но вот по крайней мере в большинстве китайских ножей вы точно не найдете потому что я когда этот нож первый раз увидел я не обратил внимание на то что у него довольно специфический замок и подумал ну вот сделали просто очередной такой стремительный нож в стиле американской зубочистки наверняка опять лайнер лок с клинком из стали d2 и вот если бы тут был лайнер лок туда это было бы одним из таких довольно проходных изделий которое запросто могло бы быть в огроменных линейках любого китайского бренда но тут у ножа как я уже сказал есть пара любопытных конструкционных моментов которые выделяют на общем фоне огромного количества ножей произведенных китайской народной республики за примерно вот такие же деньги нож этот насколько я понимаю на данный момент когда снимается обзор выпускается с двумя цветами накладок из стеклотекстолита gt но вот у меня в данном случае в руках такой вот относительно светлый я бы сказал серо-кремовый такой оттенок очень приятно выглядит на самом деле мне лично показалось что это гораздо интереснее аналогичного ножа у которого данные накладки сделаны черного цвета тут хочу обратить внимание что эти накладки не плоские они вот такие вот несколько ну так скажем выпуклые наружу с насечкой 3d и в общем и целом так как нож и вот в этой части не особенно такой узкий я бы сказал что несмотря на небольшую высоту рукояти есть такое ощущение того что нож довольно плотно сидит в руке отрицательной стороной является тот факт что довольно таки сильно ощущается в ладони клипса то есть может быть в перчатках будет и не так неудобно но по крайней мере голой рукой какую-то силовую работу этим ножом делать вероятно можно но клипсы вы чувствовать будете она не острая к счастью по краям поэтому совсем какой-то катастрофы не будет но все-таки это момент достаточно важный нож имеет сквозную конструкцию и обратите внимание что оба лайнера на основе которых сделана его рукоять совершенно не облегчены единственное что там есть это с обеих сторон небольшая прорезь которая обеспечивает работу замка но об этом мы чуть дальше поговорим вот такой вот момент с количеством не знаю назвать это бонок даже как-то громко бонк то там по сути дела вот так вот одна а тут какие-то вот такие знаете но это просто штыри насколько я понимаю здесь стоят зачем они тут нужны конструкционно до конца не понимаю но в конечном счете сделано то что сделано выглядит немного странновато но скорее всего пользоваться будет достаточно удобно у ножа переставляемая на другую сторону цельно фрезерованная клипса она не магнитится в общем насколько я понимаю сделана она из титана хотя прямого заявления на сайте производителя я честно говоря по этому поводу не нашел работает вы знаете для подобной конструкции я бы сказал что вполне вполне комфортно единственный момент что так как она установлена на ноже нож у вас на кармане будет выглядеть вот так ну то есть прямо скажем будет заметным ну тут вообще надо сказать что этот нож соблюдает не некоторые требования законодательства некоторых стран по поводу того что нож на кармане должен быть виден для того чтобы сотрудники силовых структур понимали что у вас нож с собой есть извлекается тоже достаточно комфортно держится надежно единственный момент что вот но с открыванием этого ножа одной рукой я пока как-то не очень приспособился но это я вам чуть дальше покажу поподробнее самая интересная необычная часть этого ножа это конечно же его замок в комбинации с осевым узлом первое что нужно отметить не знаю как бы это можно было показать но короче говоря мне это достаточно хорошо видно здесь в осевом узле два маленьких шариковых подшипника они прям действительно небольшие я честно говоря для себя никогда не понимал людей которые жалуются именно на размеры подшипников в подобной ситуации но разве что эти подшипники потом начинают съезжать с посадочного места и от этого начинает усугубляться люфт клинка ну вот этот нож у нас возможно будет в тестах поэтому я бы так сказал как это все работает мы еще с вами посмотрим самое интересное это здесь конечно замок который называется shark lock но вы знаете вот ну к еще одному замку который мне известен с таким названием ну скажем так он отношение имеет довольно косвенное то есть с одной стороны да была там какая-то примерно подобная конструкция но тут вопрос в общем как это все дело выполнено потому что по сути дела в лайнерах вот так вот сделаны две прорези получается что у нас сверху существуют две пружины которые удерживают вот такой вот достаточно массивный штифт при этом понимаете как вот на оригинальном замке насколько я себе это помню ну как-то мне удавалось приспособиться вот так тому что ты одной рукой можешь при понять всю эту раму получается вместе со штифтом у тебя свободно инерционно выбрасывается нож тут я попробовал это сделать смотрите что получается во первых если давишь одним пальцем то мы просто видим что вот так вот достаточно свободно все это дело двигается но вот так конструкция выглядит данном случае я думаю понятно что имею ввиду и короче говоря оттянуть его одним пальцем вот так чтобы прям инерционно выбросить нож у меня лично не получается тут добавлю еще такой момент что в закрытом положении хотя клинок и удерживается достаточно надежно но вот в кадре мне места не хватит но мне удалось вот так вот ну как бы серьезным таким инерционным движением не открывая замок клинок вытряхнуть то есть в принципе ну вот я не знаю может быть конечно вот этот момент замком он как бы немножко дальше разработается но пока мне стабильно удается открывать его только двумя способами ну первый момент что двумя руками то есть как будто получается его просто вот немного прихватываешь здесь за управляющий элемент и открываешь хотя открыть можно и без этого то есть двумя руками вполне открывается вот так вот ну и второй момент заключается в том что видимо закрывать вот вообще прям но очень необычно для меня все это дело видимо в общем предполагается все-таки открывать нож вот за вот это небольшое отверстие но как видите клинок очень глубоко уходит в рукоять ножа закрытом положении поэтому открывать вот так не то чтобы невозможно но по крайней мере нужно будет достаточно сильно приспосабливаться потому что даже вот такому человеку как я который ну с ножами каждый день и я всякие разные скажем так механизмы открывания на ножах регулярно использую ну вот это мне показалось прямо не совсем удобным ну и да здесь отдельно конечно добавлю что несмотря на любопытную скорее всего довольно прочную конструкцию этого замка это достаточно важно само по себе для кого-то но вот как закрыть этот нож одной рукой я что-то даже вот в лоб по крайней мере при подготовке к обзору сообразить не могу в тесте обязательно попробую если будем его тестировать но вот так скажу что это элемент ножа сколь любопытный столь и такой неоднозначный с точки зрения удобства его эксплуатации но впрочем я думаю что найдутся люди которые под этим роликом напишут мне как бы они открывали и главное закрывали нож с подобным замком потому что ну вот скажем так мне просто иногда кажется что я чего-то не понимаю при этом скажу что вот когда нож открыт здесь есть вот этот микролюфт который есть и там на каком-нибудь колстиловском замке насколько я вот это помню с такой же вот примерно рамой как бы там просто по-другому было исполнено но все равно то есть люфт вот этот вот такое пощелкивание есть это конечно же не тот люфт который хоть как-нибудь может мешать вам работать но тем не менее я бы так сказал что ну нельзя от этого замка словить вот такое ощущение что люфта прям нет ну совсем и никакого и нисколько это вообще не тот случай с другой стороны еще раз повторюсь что мне лично кажется что это именно особенность механики данного замка мешать вам это совершенно точно не будет на сайте производителя указано что обработка этого клинка называется black wash ну то есть по идее это должно быть оксидированное покрытие с галтовкой я бы так честно сказал что ну оксидированное покрытие это я неплохо вижу вот галтовка как-то на мой личный взгляд не очень что ли просматривается ну может быть она здесь какая-то и есть потому что нож ощущается таким знаете ну что ли немножечко шершавым тут есть такой момент но скорее всего с галтовкой тут данном случае шибко не усердствовали клинок ножа как я уже говорил сделан из стали d2 и здесь пожалуй наверное самое интересное в этом клинке это тот факт что ну вот он такой стремительный у него отличная такая геометрия при не очень высоких спусках она ощущается такой достаточно режущей но здесь надо учитывать что у ножа прямо скажем не самый тонкий обух завода режет дорежет в общем я бы не сказал что есть какое-то такое ощущение отсутствия остроты более того что вот так вот и на ощупь нож прям действительно ощущается довольно таки острым то есть понятное дело что его при случае можно бы и переточить греха в этом что называется большого не будет но сразу можно сказать что ну вы получите такой нож который будет все время ощущаться эдаким изделием которое и резать может но и конечно колющая работа посмотрите особенно кончику ножа какой она ему тоже вполне подвластно я вот так вангую что скорее всего если замок при такой его реализации будет все нормально выдерживать то какие-нибудь вот ударные работы в обратном хвате на тесте могут прямо зайти потому что ну вот да это тот нож который явно способен показать что-нибудь такое эдакое не только в режущей работе но и в работе ударная вот как замок себя поведет под нагрузкой ну для меня лично вообще полная загадка только в тесте сможем увидеть мистер блэйд вас по один из тех ножек которые мне очень хочется увидеть в наших тестах я надеюсь что он там побывает почему хочется потому что откровенно говоря тестировать постоянно повторяющиеся замки с одинаковыми лайнер локами или там ботан локами от китайских производителей ну мне уже как-то что ли несколько приелось а вот тут учитывая что это замок который вообще достаточно редко встречается и плюс ну такое понятное скажем так качество изготовления в китайской народной республике я бы сказал что любопытно как вот все это дело поведет себя в наших тестах кроме того почему еще любопытно потому что я бы так сказал что несмотря на то что это все несколько не в моем вкусе но вот подобный абрис ножа мне совершенно четко понятно что имеет своих любителей и да это нож такой стремительный интересный то есть очень многие люди особенно знаете ну скажем так да простят меня за такой кивок ну скажем так близкие к начинающим нажиманом которые еще как-то иногда думают о том что нож это все-таки как бы еще и где-то там немножечко оружие они только режущий инструмент будут явно довольны подержав такой нож в руках потому что ну есть от него вот это вот ощущение что знаете хочется им там и чего-нибудь поработать ну и как будут как садануть им там куда-нибудь и посмотреть что от этого будет он такое желание тоже вызывает в общем короче говоря прикольная штуковина и если у вас есть какое-то ощущение что вам было бы интересно его увидеть не надо этого стесняться допускаем такой немного агрессивного вида но вы знаете мне лично так предварительно кажется что работать он может вполне достойно ну а что нам еще надо от того ножа который постоянно сопровождает нас в обычной жизни с вами на канале сети ножевых магазинов мистер мистер был заливаха надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока